Восточный Казахстан тонет в бытовых отходах. В Усть-Каменогорске и Семии увеличиваются площади стихийных свалок, на которых скопилось больше 9 миллионов тонн мусора. Что с ними делать, куда складировать и как перерабатывать? Ответ на этот актуальный вопрос для региона искал Вячеслав Витлугин. Вообще в Усть-Каменогорске больше тысячи несанкционированных свалок. И чего здесь только можно не найти? Эколог Елена Полянцева насчитала в Усть-Каменогорске около полутора тысяч стихийных свалок. Но ликвидировать их все и сразу нельзя. Парадокс, говорит Полянцева. Но именно бесхозные свалки помогают городу не захлебнуться от мусора. Если все незаконные свалки закрыть, а отходы собрать и перевезти на полигон, он моментально заполнится до критической отметки. В 2020 году заканчивается срок его эксплуатации. Я считаю, что нужно предпринимать что-то уже сейчас. Его нужно строить по всем экологическим параметрам. То есть вот так вот просто сваливать, как сваливали на нашу свалку городскую, нельзя. Всего в Восточном Казахстане 25 легальных полигонов и 257 сельских свалок. За год там накапливается до 200 тысяч тонн мусора. Решение по улучшению экологической ситуации в регионе предложила предпринимательница Динара Акимжанова. Деньги Динара делает на том, что сейчас под ногами. Бизнес-леди приобрела прессовочные станки и закупила линию сбора и сортировки мусора для продажи его на глубокую переработку. Будем работать с Чемкентским заводом, но объему нужны 20 тонн отгрузка. А 20 тонн, если в одном контейнере только складывается 10 килограмм пластика, это полный контейнер. А 20 тонн, это сколько надо собрать. Чтобы дело пошло быстрее, городской Акимат поможет Динаре установить до 300 эко-контейнеров. Впрочем, для начала неплохо бы научить платить за вывоз всех выбрасывающих мусор. Пока же за услугу платят только 70% населения. 96 примерно тысяч человек не охвачены этой услугой. Причин много. Кто-то просто не хочет заключать договора. Между тем, вопрос создания крупных мусорных полигонов и предприятий по переработке бытовых отходов все еще остается открытым. Местные власти продолжают поиск инвесторов. Вячеслав Фитлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.